Специальные безиборды, тренажеры и кровати – все это атрибуты реабилитации грантового проекта «Оставаться самим собой». В регионах создадут специальную систему поддержки пожилых после травм, переломов и последствий тяжелых болезней. Восстанавливать здоровье пенсионерам будут на дому, в дневных центрах и стационарах. По инициативе губернатора Рязанской области мы включились в пилотный проект по созданию системы долговременного ухода, который с 2019 года является частью национального проекта. Сотрудничество мы продолжаем. Заключили соглашение с благотворительным фондом «Старость и радость» в марте текущего года для реализации нового их проекта. Новый проект направлен на комплексную реабилитацию пожилых людей, которые проживают в наших стационарных организациях или обслуживаются в других форумах социального обслуживания. В центрах на местах создадут специальные команды помощи, в которых будут психологи, фельдшеран, культорганизаторы, инструкторы ЛФК. Все специалисты пройдут обучение в Москве. У нас уже ведется подготовительная работа. Мы отобрали граждан, которые в первую очередь нуждаются в комплексной реабилитации, как на дому, так и в стационарных организациях. Сейчас мы отобрали уже группы. У нас будет участвовать там два учреждения, стационарные учреждения. В Сапожковском комплексном центре сначала мы будем реабилитировать граждан из числа 20 человек и в Михайловском доме-интернате 15 человек. Всего в рамках проекта будет у нас задействовано около 300 граждан. Кроме того, в Рязанской области намерены еще и трудоустроить в центрах родственников пожилых пациентов, чтобы уход за бабушками и дедушками был по-настоящему домашним.